В четверг 23 апреля в стенах Севастопольского государственного университета состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ВУЗом и Департаментом цифрового развития Севастополя. Свои подписи на документе о стратегическом сотрудничестве поставили ректор СФГУ Владимир Нечаев и директор департамента Александра Осипова. Подписание сегодняшнего соглашения – это важный шаг по взаимодействию с городом именно в процессах цифровой трансформации региона, в данном случае города федерального значения Севастополь. По мнению Владимира Нечаева, подписание официального соглашения между университетом и исполнительным органом власти позволит достичь результатов по двум ключевым направлениям. Участие студентов в деятельности органов государственной власти, подвесных организаций города, связанных с процессами цифровой трансформации в качестве практикантов и в качестве, самое главное, будущих сотрудников. Ну и второй момент – это мы договорились о том, что университет будет активно участвовать, мы и так активно участвуем, теперь это будет, скажем так, институционально, в экспертизе тех концепций, стратегий, каких-то нормативно-правовых актов, которые будут связаны с цифровой трансформацией. Со своей стороны директор Департамента цифрового развития правительства Севастополя Александра Осипова видит в студентах ВУЗа будущие кадры. В настоящее время чиновники уже сотрудничают с университетом по нескольким направлениям. Совместно с Севастопольским государственным университетом мы сейчас активно работаем над стратегией цифрового развития нашего региона. Мы планируем сделать серию экспертных мероприятий, на которых как раз обсудим ключевые вызовы и варианты решения, которые будут применять как органы власти, так и все, кто так или иначе связан с цифровизацией. А цифровизация сейчас охватывает не только органы власти, но и подведомственные организации, а также коммерческие компании, которые также есть в этой экосистеме. По словам Александры Осиповой, сейчас на стадии активного внедрения находится проект «Безопасный город». Буквально на днях началась опытная эксплуатация всех объектов соответствующей инфраструктуры. В настоящий момент в городе функционирует более 230 камер видеонаблюдения. Все они заведены на единую платформу с видеоаналитикой.